Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Grumble, это игра The Eternal Cylinder или Вечный Цилиндр. Вот там на горизонте он находится. И скорее всего, друзья, мы приближаемся, а точнее уже приблизились к финалу максимально уже как только можно. Если честно, я думал, что финал мы увидим в прошлый раз, когда Небесный Змей разбивал последнюю статую. Но что-то пошло не так, и что-то это называется математик, который снова оказывается воскрес и убил прям при нас Небесного Змея. Было очень жалко, и Небесный Змей не смог, друзья, разбить вот эту последнюю статую. А как вы помните, или кто смотрел предыдущие серии прохождения, кто не смотрел, напомню, чтобы нас, получается, Небесный Змей забрали, они поставили такое условие. Условие собрать, получается, три мутации из этих статуй, разбив эти статуи, призвав на помощь тех самых Змеев. И тогда они вознесут нас в Небесные или Воздушные Дворцы. Вот, собственно, это мы и пробуем, друзья, сделать. Но, как вы понимаете, математик в очередной раз, в очередной раз просто поломал нам все планы. Попробуем это исправить. А исправлять будем просто, друзья, исправлять будем просто. Большое спасибо, что подсказали. Небесный Змей не до конца не успел он разрушить вот эту статую. Иногда действия даже самых маленьких существ, когда они объединяются, могут изменить будущее. Когда все вокруг сломано, выживают лишь те, кто сможет прятаться в трещинах. Хм, а это намек. А это намек, друзья, что нам, скорее всего, в эту трещину предстоит спуститься. Ладно, давайте попробуем это сделать и доделать. Давайте. То дело, которое не успел сделать Небесный Змей. Разрушить это все к чертям. Так. И посмотрим. А, кстати, друзья, мы вот как раз вот с вами и посмотрим, а что же, собственно, находилось внутри этих лис. У меня была такая теория, что, возможно, это сознание цилиндра. Ну, может быть. Или непонятно что. Потому что, ну, почему же тогда хоронились в нем мутации, украденные, кстати, у китуалов небесных змеев. Так, ну, здесь все как обычно. Здесь просто вот такая поверхность, собственно, как и было. А-а-а! Понял. А здесь босик. А здесь босик. Правда, босик этот пока что не активный. Посмотрим, какая у него вообще будет тактика. Как он захочет нас скушать. Бомб у меня, если что, немного. Но я думаю, что даже для него их должно хватить. Просыпайся. Просыпайся. Ну, ты, давай, оживай. Оживай и просыпайся. По-любому сейчас подойду. Вот. И проснулся. Красно. Требу мы уже сражались с этим созданием и победили его. И они готовы были сделать это вновь. За самих себя. За китаалов и за будущее. А, кстати, это у этого другая тактика, друзья. У этого другая тактика. Он нас притягивает. Притягивает и даже бьет током. Вот, понимаете? Поэтому, 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 друзья. Дайв. Что думать? Что думать? Во-первых, нужно занять высоту. Как все. Подожди, я кинул. Я же кинул просто одну газовую бомбу. Почему ты такой слабый? Ну, максимум две. О, боже. Я даже не ожидал, что он такой слабый. Или это мы так сильно прокачались, что я его убил просто с одного выстрела. Газовой бомбы. Самой слабой бомбы. Кстати, друзья, проверяю вашу теорию, которую вы просили. Прикольно катать. Храбрые требуемы. Мы благодарим вас за мужество. Мы давным-давно потеряли надежду и жили лишь яростью. Теперь мы с трепетом взираем на наше прошлое и будущее, сохраненное в теле такого маленького существа. Когда вы будете готовы, пусть требуем, несущий все три мутации киталов, призовет нас. И мы поднимем вас на судно, за которое вы так храбро сражались. Но убедитесь, что вы готовы. Ведь мы не можем вернуть вас обратно на эту землю. Но неужели таки это случится? Правда, странно, друзья. Я вижу впереди вышки. И это меня смущает. Вот здесь есть очень необычный знак и символ. И скорее всего, возможно, в этом месте мы и вознесемся. Такое мое предположение. Потому что еще раз нам покинуть барьер таки придется. Требумам удалось вернуть утерянные воспоминания. Теперь голос велел им двигаться дальше. Найти китуала и восстановить древнюю дружбу, которая когда-то была достоянием этого мира. А то и значит, по большому счету, у каждого ваше требуемое есть мутация китуала в трансформации произойдет, когда придет время. Да, 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 все это мы знаем. Друзья, значит, все-таки, скорее всего, вот эта следующая карта и будет последней, наверное, в которой мы и закончим игру. Окей. Но, как я и хотел, я, друзья, кое-что хотел проверить благодаря вашим комментариям. Большое спасибо всем, кто пишет, участвует в нашем совместном интерактивном прохождении. Написали вот такую теорию. Вот видите, эта мутация, она как бы в оболочке состоит и показано название минерала. Ну, собственно, ее можно просто ударить и разбить, а что-нибудь твердое. Но предложили другой вариант. Поместить ее в минерала-переработчик, посмотреть, возможно, эту оболочку он сможет переработать, а мы уже достанем из него мутацию. Давайте проверим. И действительно, смотрите, идет. Но у меня вопрос, а, собственно, мы не профукаем ли вот такую мутацию? Ну, давайте попробуем это сделать и посмотрим, что будет, когда вот эта полосочка дойдет до конца. Ну, а я пока что соберу здесь мутации. А что здесь есть? Это, а нет, это просто это. А здесь есть мутации бомбочек, камикадзе. Собственно, до десятка их можно собрать, можно еще бомб каких-то наделать. Может быть, у нас все-таки будет какое-то финальное сражение и к нему желательно бы, конечно, подготовиться получше. В общем, ждем, друзья, ждем, когда эта полосочка дойдет вот сюда и посмотрим, что тогда, собственно, произойдет. Пока я ждал, я, значит, накормил полностью всю свою семью и, друзья, подготовился к предстоящему, если будет такой бою. Посмотрите, у меня есть 20 самых сильных бомб, потом вот эти бомбы и газовые. Короче, время наше подходит к концу и я надеюсь, он просто съел. Он просто, друзья, съел. Обалдеть. А прикол в том, что, посмотрите, я не мог сохраниться в этом месте. Возможно, какое-то автосохранение есть. Я попробую вернуться. Но это просто жесть. То есть, эта мутация, мы даже ее не сожрали, она у нас исчезла. Правда, писали в комментарии, что это якобы вроде не критично и всегда можно будет выдать как-то там в конце эту мутацию. Но я... Нам бы хотя бы ее просто открыть, посмотреть, оценить, как она выглядит. Вот так и эксперимент у нас произошел. Посмотрите. А, ноги... Нет, подожди. Ноги у нас были, да, получается? Ноги были. Хобот китала был. Электрогенная кожа, это не то. Мастер-песни, это для вызова. Нет, еще одной мутации, друзья, таки не хватает, к сожалению. Придется, блин, хотя бы, чтобы ее оценить, посмотреть, мне вернуться по автосохранению. Восстановил свой прогресс. Заново этот прошел маленький кусочек. Бомбочек чуть меньше, но я думаю, хватит. И в этот раз уже, друзья, не даю на переработку мутацию. Давайте сами хотя бы на нее посмотрим. Так что эксперимент удался, но только частично. Она перерабатывается, правда, потом ничего не остается. Вот так выглядит, как сердце китуалов. Давайте скушаем, что оно нам напишет. Ух ты! Закодированный фрагмент истории китуалов. То есть, друзья, значит, я немножечко ошибался в прошлый раз, когда говорил, что у нас собраны все обломки. И, точнее, мутации китуала. То есть, не это мастер песни. Это как отдельная идет мутация, чтобы призывать, скажем так, небесных змеев. Но именно к самим китуалам напрямую или непосредственно, точнее, относятся. Вот тело китуала. Это раз. Получается, хобот китуала. И это ноги китуала. Это три мутации, которые полностью, получается, их повторяют. Хотя, визуально я бы не сказал, что так они прям сильно похожи. Мне кажется, вот с тем телом, мастером песни, больше были похожи на небесного змея. Но, да ладно. Захотели, значит, наши китуалы. Такого, значит, будет так. Хорошо, что нам нужно? Нам нужно, друзья, теперь отсюда выбраться. Я вижу гейзер, с помощью которого это можно сделать. Правда, нужно как-то правильно еще прыгнуть на этот вот грибочек, чтобы он нас куда нужно отнес. Вот, зараза. А почему, когда я прыгаю, я становлюсь шариком? Ведь я, собственно, друзья, не хочу шариком становиться. Блин. Да, неудобно. Проще самому, наверное, на ножка. А это кто такая? Еще и без лифчика. Так, понятно. Давайте вот так вот перелетим. Я не знаю, самое лучшее, обалденное. О, кстати, посмотрите. Еще нычечка. Еще что-то есть. Вот это не находил. А, это, кстати, ну, можно пустить на переработку бомб. Доделать вот здесь. Есть какие-то. Подожди. А какие? А нам нужно доделать, друзья, вот эти бомбочки. Можно поэтому не хочет. Не, может. Смотрите, доделаться. Главное, чтобы инвентарея был не начатый стак, скажем так. Так оно уже с любых потом доделается. Давай. 8, 9. И вот еще одну разобью. Как раз будет 10. Это, собственно, наш прогресс полностью будет, получается, соблюден до того момента, пока мы не запороли мутацию. Еще одна. Все. Это, правда, маленькая, то средняя. Ну, какая разница. Так, значит, вот это даем на водичку. Пусть перерабатывается свои 10 бомб со стаков мы получаем. Все. Получаем 10, 10, 10 и даже 8 газовых. Ну, и выбираемся отсюда на гейзере, который вот так вот под наклоном. Он, кстати, летит. Так что это не совсем, наверное, выйти из пещеры. Все. Выходим. Статуя, получается, остается это лежать на земле. Но нас это не касается. Самое главное, что под статуей мутацию мы с вами, друзья, получили. Все. И, собственно, наш путь лежит, я так понимаю, к последней. Уже куда-то в такие недра проваливайся. К последним башням и последней локации. Будем, скорее всего, да, вот к той башне. Потому что мне там кое-что рядышком понадобится. Ух ты, блин, как неудачно полетели. Надеюсь, сможем его перелететь. Наши показатели практически максимальные. Потому что мы очень... Давайте, чтобы никто не погибал в конце. Мы хорошо качнули уже нашу выносливость, здоровье. Все, кроме, друзья, еды и воды, вкачано до последнего десятого левела. Поэтому двигаться здесь, конечно, нам уже станет намного и стало уже давным-давно легче. Так, эти башни расположены совсем рядышком. Еще и подсказочка вот такая в виде помощи заполнения выносливости. Так что докатиться до них не составит труда. Ну и, собственно, если это последняя локация, уже ничего не должно произойти. Правда, математик-то никуда не делся. И я бы еще такой ожидал, подстав от все-таки его деси. Цилиндр. Требумы почулили, что где-то поблизости находится другое сооружение, как то, что они использовали, чтобы призвать китолов в глубинах ледяной тундры. И поэтому, Требумы знали, финал уже близок. Мы так и поняли, финал уже близок. Но остановится или нет цилиндр, а я перед тем, как, собственно, здесь начинать искать последнее финальное место, я так понимаю. Ну, 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 и скажи, что ничего не произойдет. И ты никто не вылезет из-за барьеров, не начнется дикая охота, не будет математика. И ничего не происходит. К удивлению. Друзья, у нас здесь маленький должок. Должок в том, что мы когда-то, вот, потеряли одного нашего малыша. Сколько стоит его воскресить? Пять монеток у меня, надеюсь, есть. Давайте, чтобы уже полным составом никого не оставлять, вернули себе. И считаем, сколько у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Откуда это еще взялось? Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. У нас два бомбера, когда-то одного бомбера потеряли. Наших теперь тринадцать. Но это еще не все, поскольку лидерство, насколько я помню, у меня до тринадцати прокачано. До девятого левела, то есть это тринадцать особей. Если качнуть еще один пункт, будет ровно четырнадцать. Это к вопросу о том, сколько всего может быть в вашей семье. Нужно больше лидерства. И Гогу мы, к сожалению, не возьмем. Так, друзья, давайте смотреть, что же это за последняя локация. Здесь ее не видно, но на карте, когда мы катились, она была с правой стороны. Плюс, вот, луч туда пробивается. И синие подсказочки, и высоту до самых небес. Мне кажется, сейчас будет, друзья, конец. Я так думаю, что... Ну, блин, ну посмотрим, посмотрим. Не хочется, конечно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай, чтобы ты нас в конце еще не отравила. Не хочется, чтобы в конце что-то нестандартное, скажем так, произошло. Я опять же жду, до самого конца жду подставы от математика. Он на протяжении всей игры постоянно ставил нам палки в колеса. Поэтому не исключаю возможность, что что-то может пойти не так. А дальше, друзья, все. А дальше красный барьер. То есть, даже если бы я и хотел, по большому счету, подожди. То, хотя видеть, дальше есть карта. Дальше есть карта. Хм. Так, может, это не конец все-таки, блин. Ладно, сейчас посмотрим. Всегда, всегда печально, когда игра почему-то заканчивается, если игра хорошая. А эта игра, друзья, хорошая. Вот там есть нычка еще, есть звездная пыль. Посмотрите, можно насобирать. Там, наверное, еще и минералы и ресурсы есть. Но нужны ли они нам? Вот в чем вопрос. Я сейчас вот посещу это место. Если после него будет продолжение игры, тогда я эту пыль соберу. А так пока что не вижу смысла. Возможно, мы сейчас попрощаемся с нашей семейкой. Так это или не так, сейчас, друзья, увидим и узнаем. Конечно же, петь, 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 петь песню. Сохранимся. Призовем нашего вот эту копию, прям копию. Да иди ты сюда, куда ты бегаешь. Копию небесно возьми. Или нет, я бы больше сказал нет. И вы уверены, что хотите позвать киталов? Это единственные члены семьи, которые отправятся в летучий дворец. Если есть кто-то еще, вы их покинете. В смысле, это те, которых я потерял? Или вот только один вот этот маленький покинет? Интересно. А ну-ка, давайте посмотрим. Но я же всех оживил, поэтому я, собственно, не должен никого покинуть. Я поэтому специально его и оживил. И появляется он. Все-таки небесных змеев много. Он не один. И тот, которого убил математик, собственно, на это не повлияло. На то, что они нас таки должны забрать. Правильно? И всю семейку, всю семейку. Всех нас, друзья, он забрал. Так, но это не конец игры. Посмотрите, это не конец игры. Так, прыгучие лапки мне здесь помогут, наверное, да? А я думал, пойдет финальная катсцена. Но нет, но нет, друзья. Посмотрите, интрига сохраняется. Нас осталось так мало. Возможно, завтра или через сотню лет киталы исчезнут. А от нас останется лишь память в ваших телах. А может быть, свершится чудо. Наш народ возродится, и наши дети будут нести ваших детей по небу. Здесь какой-то лак поймал. Мы не знаем, какое будущее нас ждет. Все, что мы имеем, это настоящий момент. И сегодня мы можем попросить вас лишь об одном. Спойте нам. Да, без проблем, споем. Малыш, ты следуешь? Да, вот тот малыш, который может петь, как раз вот следует за нами. Спойте о том, кем мы были. О том, что видели наши глаза в те дни, когда Требум и Китаалы жили вместе под одними звездами. И мы таки попадаем, друзья, в воздушный или небесный дворец. Странным образом через низ, а не наверх. Но мы оказались вот вверху. Здесь, собственно, наша семья должна обрести спасение. Именно так говорили все старейшины Требума, которых мы встречали в святилищах. Вот, небесный змей доставил сюда всю нашу семью. Красота какая. Даже не один, а несколько небесных змеев. Ну, собственно, мы здесь. Так а что сделать? Здесь все? Здесь пустыня, здесь ничего. М-да-а-а. Так и как мы будем выживать. Так, ну посмотрим, что это за лучи света. Не понял. А-а-а, математик, друзья. Я так и знал. Я так и знал, что он таки не даст нам покоя. Вы посмотрите. Я уже думал, мы спаслись. Уже все хорошо. И все-таки он не мог вытерпеть, чтобы сюда не добраться. Понятно. А-а-а, тебе обязательно нужно выжить. Защити воспоминания. Просто останься в живых. Киталы помогут тебе. Я понял, друзья. Это то, о чем вы мне писали. Вы мне писали, что просто в финальной битве продержись как можно дольше. Но я не понимал, когда она будет, эта финальная битва. Потому что все якобы шло к завершению. Все у нас так было хорошо. Но, конечно же, этот, этот, ну просто не мог. Так, давайте кушаем сердечко. Потому что красный свет нас совсем уже бодает. А-а-а, просто ждем, пока его разнесут киталы. От нас здесь, я так понимаю, ничего не зависит. И вот это то, что я делаю, собираю не... А, кстати, я понял как. Я понял, как можно пережить. А-а-а, вот. Можно прятаться за этими. Хотя он тоже их разбивает. Тьфу ты, блин. Я думал, что можно... Да, желтый свет еще начался. Я думал, можно за этими ширмами прятаться. И тогда спасаться. Так, давайте перекину в себе все возможные... Здесь, получается, хилочки. Их у меня немного. Но на какое-то время, по идее, должно хватить. Писали вы мне в комментариях, что просто продержись как можно дольше. Ну, я буду, в принципе, пробовать это делать. Но, опять же, сколько это намного дольше, непонятно. Возможно, пока... Пока киталы с ним разберутся. Но никакого ни таймера, ни счетчика. Он залез. Он таки, гад, залез. Да ты достал, блин. Куда ты идешь? А может, вот эти лучи его все-таки... Да, не-не-не-не-не-не. Может быть, эти лучи его все-таки, друзья, как-то остановят. Или нет? Или, блин, или он продолжает своим красным светом выжигать. А красный свет, друзья, напомню, он отбирает сразу наше здоровье. Не мгновенно, но постепенно. То есть, желтый свет лишает мутаций. И еще чуть-чуть. Держитесь! Да, продержимся, продержимся. У нас хорошая выносливость. И главное, уходить от его лазера. Пока все нормально. Пока, по крайней мере, не закончилась выносливость. А, кстати, а чтобы она не закончилась, друзья, чтобы она не закончилась, мы возьмем себе водичку вот сюда. Мы отдадим нашему водному переработчику вот так вот. И продолжим катиться. Надеюсь, это поможет. Давайте вот так вот скушаем водичку. Жалко, что мгновенно не кушается. Есть какое-то КД. Ай-яй-яй-яй. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Просто держись. Сказали как можно дольше. Пытаюсь это делать. Пытаюсь это делать. И... Ай-яй-яй, желтый свет. И... Что? Нет? Я погиб? Я... Я гем красная. Ай, блин! Тихо! А на кого можно было бы переключиться? Да, вообще пофиг. Ладно, вообще пофиг. Так, эм... А мутации, блин. А хилочки? Хилочки! Все ушли хилочки! Обалдеть! Но... Это финал? Вот это битва! Вы только посмотрите! Это просто эпическая битва. Небесного змея и математика. И, друзья, все произошло как в лучших мелодрамах и блокбастерах. Наш лидер. Наш лидер вот этой семьи пожертвовал собой, но таки спас всю семью. И, кстати, обратите внимание, не только он пожертвовал собой. Небесный змей тоже пал. Даже, может быть, два. Нет, один. Один пал. Вот один точно мертв. Один его все-таки победил. И я надеюсь, в этот раз уже математик больше не сможет воскреснуть. Что жалко нашего требума, но он сделал все, чтобы наша семья требумов выжила. Теперь что? Последний раз зайти снова в математика? Сколько раз мы там уже бывали? Ну, давайте! Так, ясно? Нет, друзья, я не в математике. Посмотрите, это не математик. Это именно сам цилиндр. Это сознание цилиндра. Потому что все слуги, все мутанты, они являются слугами цилиндра. Именно они ему подчинялись и он ими управлял. А кто же это идет прямо к нам? Неужели цилиндр или его голограмма сознания? Сейчас узнаем. Ну, привет! Спасибо вам, молодые друзья. Вы сделали то, что не удалось тысячам цивилизаций до вас. Вы показали, что цилиндр не идеален. Он пока не проиграл свою войну, но точно проиграл сражение, что раньше не случалось. Мне хотелось бы еще многое вам сказать, но от меня осталось слишком мало, а у меня есть одно последнее пожелание. Простите меня за то, что я поместил в себя ваши воспоминания и за то, что так скоро покидаю их. Друзья, ну интересно, а кто же был этот рассказчик? Тот, который вел нас на протяжении игры? Загадочная мистическая личность. Но это пусть останется загадкой. Не, ну игра сделана красиво и очень, очень нестандартно и необычно. Кто-то называет эту игру спор в 3D, возможно, так и есть. Но то, что здесь необычные, нестандартные явления, ходы, а прорисовка этих мутантов, это просто было эпично. Да вы посмотрите, он опять жив, боже, да как же его полностью убить? Этот математик... Нет, он таки, друзья, все, повержен. Небесный змей его наполовину... Нет, не повержен. Ну просто неубиваемый монстр. Ну вы только на него посмотрите. Просто неубиваемый монстр. Ну и скажите, что он будет катить снова цилиндр. Вот это поворот! Он его разбивает или он его будет катить? Я не понимаю. Он его уничтожил! То есть сам математик уничтожил цилиндр. Сделал в нем разлом, и я так понимаю, что теперь цилиндр не сможет катиться и уничтожать все живое. Ёлки-палки, мы выжили, неужели? Но управление я не смогу взять. Друзья, вот такой вот эпический, загадочный, интригующий конец. Можно даже пролить слезу и всплакнуть по нашему лидеру, потому что именно он послужил тому, что теперь наша семья в безопасности. Молодец, пожертвовал собой, спас и все требуемы, включая сознание и память небесных змеев-китуалов. Теперь остались и будут процветать, и возможно в дальнейшем когда-то передадут свои знания следующим поколениям. Я так понимаю, что больше цилиндр катиться не сможет, по крайней мере пока что с собой не сделает. Почему именно против него пошел математик, я до конца не понял. Так что вы можете написать свои теории и ответы в комментариях. Кто был тем неизвестным рассказчиком, тенью, которая появилась в конце. И как он собственно повлиял на нашу семью. Вот такая игра, друзья. Что скажете, лично мне очень понравилась. Нестандартно, необычно. Фантазия у разработчиков и дизайнеров и художников просто потрясающая. 5 баллов вы только на это все дело посмотрите. Весь плейлист вы можете найти по ссылочке в описании. Требумы, бывшие не самыми сильными, не самыми быстрыми, не обладавшие острыми зубами, ушли от вечного цилиндра. Они не стали одним, они упрямо остались многими. Они научились быть верными не только самим себе, но и другим. Их великая победа над неизбежным была победой поколений. Победой старейшин китаалов, моего собственного народа, чье название я не могу вспомнить. То, что составляет меня, развеивается. И несмотря на то, что когда-нибудь цилиндр может продолжить свое разрушительное движение, я знаю, что был частью этой семьи, пусть ненадолго. И это дает мне надежду. Красивый, печальный, интересный, интригующий, фантастический, я бы так сказал, конец. Друзья, игра мне очень понравилась. Все ваши мнения по нашему прохождению жду, конечно же, в комментариях. На этом надолго с вами не прощаюсь. На канале появятся, надеюсь, не менее интересные игры. И вы, конечно же, сможете принять в них наше интерактивное участие и прохождение. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, комментируйте. И, конечно же, до скорой встречи в новых, не менее интересных видео на канале. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok